Понимая, что проблема обилия бездомных животных на улицах города имеет острое социальное значение, требует скорейшего решения, администрация Новочебоксарска заключила контракт с подрядчиком на оказание услуг по отлову животных без владельцев. Подрядчик имеет опыт работы, приют для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий. Работа проводится согласно всем требованиям федерального закона об ответственном обращении с животными. Работа по отлову и вакцинированию собак началась весной этого года. За весь период работ были пойманы 22 собаки. Заявку на отлов собак подрядчик получает от администрации, куда поступают сообщения от жителей. А для чего животные выпускаются обратно в среду? Это непросто, потому что, например, государству наплевает, например, допустим, на людей, и что они хотят, чтобы собаки и кошки дальше бегали. Это проводится в цели проведения бешенства. Данная процедура, она даже рекомендована Всемирной организацией здравоохранения именно как профилактика бешенства. Потому что животные, вакцинированные, находящиеся на территории города, являются биологическим барьером против животных, которые приходят с лесов, с полей, возносят бешенство. Работа с безнадзорными собаками проходит по программе отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания. Собаки возвращаются на место с биркой на ухе. Процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Подрядчик приезжает на адрес и ловит безнадзорных собак. Однако не всегда собаки оказываются на месте, что сильно усложняет работу. Судя по другим собакам, которые в соседнем дворе у нас, тоже они гуляют, на свободном выгуле, они, получается, тоже у них бирочки, то есть они уже не появляют такой агрессии, как вот эти вот пучкающие сутки, например, или пучки, которые рядом с ними. Они очень агрессивны, конечно, потому что гон, когда у них такой период, это, конечно, очень опасно. В настоящее время подрядчик продолжает работу в рамках муниципального контракта. Оставить заявку можно по номеру телефона 73-31-95. Елена Фирсова, Петр Куприянов, Новости, Новочебоксарска.